Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Лучшие в профессии накануне Дня Учителя Павел Молков поздравил педагогов. Через тернии к школе, заросшую кустарником пешеходную дорожку в Преокском, дирекция благоустройства города очистила по просьбам жителей. Счастливый билет! В Рязанском церкви представили новую шоу-программу. Сегодня в областной филармонии накануне Дня Учителя награждали лучших в профессии. Поздравил учителей с наступающим профессиональным праздником и губернатор Павел Молков. Он отметил, что в регионе трудится много заслуженных педагогов, имеющих почетные звания, государственные награды. Быть учителем – это не только призвание, но и особая миссия. Об этом говорил с трибуны губернатор Павел Молков. В области около 120 учителей сегодня города носит звание «Заслуженный учитель России». Но еще сотни успешно представляют регион на всероссийских конкурсах. Следующий год в России объявлен президентом годом педагога и наставника. И Рязанская область войдет в него со значительным улучшением образовательной инфраструктуры. Недавно, например, у нас современная школа открылась в селе Просевича Александровневского района. До конца этого года введем эксплуатацию школы в Кальном. В следующем году учебный корпус Лесоэкономийской школы-интерната в Шарском районе. Также в следующем году мы завершим долгострой, откроем нашу гимназию номер два в центре в Рязани и много-много других подобных проектов. У нас вот к этому учебному году было капитально отремонтировано 19 зданий. А еще в регионе на базе школ появилось около 150 новых точек роста. Здесь школьники осваивают цифровые и гуманитарные программы. Такую же интерактивную методику применяют на своих уроках и учитель английского из Спас-Кризанского Марина Булаева. Она продолжатель династии и точно знает, что означает фраза «призвание учитель». Я родилась и выросла в учительской семье. Мои родители являются учителями. И вся моя жизнь с детских лет была связана со школой. И всю свою взрослую жизнь я тоже посвятила себя вот именно этой профессии. Для меня это общение с детьми. Это большое желание научить их чему-то новому. И в своей практике я использую различные методы активизации работы детей на уроке. Это интерактивные методы, методы дистанционного обучения. Награды за свой труд сегодня получали десятки педагогов. И три из них получили звание почетного работника сферы образования. Это учитель Корневской средней школы Надежда Осташкина, учитель Мамоновской школы в Пронском районе Надежда Киселева и учитель школы номер 4 в Скопине Людмила Строчкова. Когда путь к знаниям и правда проходит через тернии. Такая ситуация сложилась у школы номер 52. Пешеходная тропа к ней заросла кустарником. Родители школьников, опасаясь за маршрут детей, обратились в администрацию города. Там приняли кардинальное решение. В сотрудники дирекции благоустройства города срезают кусты у 52-й школы. Ход это не дизайнерский, а чисто практичный. На растительность жаловались и родители, и сами школьники. Двухметровые кусты нависали над единственной пешеходной дорожкой, ведущей в школу. И если в ясную осеннюю погоду пройти еще можно было, то стоит пройти дождю или, что еще хуже, снегу, так простая дорога превращается в настоящее испытание. Теперь ситуация изменилась. Раньше у школьников проблем с дорогой не возникало. Шли они до своей альмаматор хитрым способом. Через калитку соседней школы заходили на территорию и безопасно двигались вдоль забора учебного заведения. Теперь калитку закрыли. Это требование закона. И путь пролегает вдоль заросшей дороги. Точнее, пролегал. После обращения родителей все заросли убрали. Вот опилили благоустройство. Спасибо им. Кустарник. Вот сегодня. Но опять же вопрос до конца не решен. Здесь нужен полноценный тротуар, потому что дети ходят в школу. О тротуаре родители говорили давно. Писали в администрацию города. Им ответили, что планируется внести этот тротуар в проект на следующий год, 23-й. Чтобы дети смогли добираться в школу по отремонтированному участку пути. И никакие брызги от луж не омрачали дорогу к знаниям. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. 3 октября 1895 года родился поэт Сергей Есенин. Он рос в селе Константиново. Первый сборник стихов увидел свет в 1916-м, когда поэту был 21 год. С тех пор произведения Сергея Есенина переведены на 150 языков. 10 лет. Именно столько времени ушло, чтобы закончить работы над знаменитым памятником. Монумент создан усилиями знаменитого советского скульптора, народного художника СССР Кибальникова и архитектора Бегунец. Место, где установлена скульптура – набережная Трубежа. Рядом находится Рязанский Кремль. Выбрано предусмотрительно. Отсюда открываются Охские просторы, задушевно воспетые поэтом в стихотворениях. Материал, из которого выполнен памятник Сергею Есенину в Рязани – бронза. Высота 4,5 метра. Вес скульптуры – почти 12 тонн. При изготовлении пидестала воспользовались очень редким материалом – полированным зеленым гранитом – амазонитом, добываемым на Памире. При взгляде на эту необычную композицию кажется, что фигура Есенина буквально вырастает из родной земли. Благодаря широкому жесту рук, расстегнутому вороту рубахи, удается ощутить тонкость человеческой души, сумевшей при помощи произведений передать потомкам прелесть окружающей природы и красоту родного края. На заднем плане данной композиции сделано особое углубление, где раскачиваются от легкого ветерка деревья, которые так любил поэт Береза, Рябина и Клен. Партнер программы «День города» – выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное – свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа. Лидера своей группы принимали накануне футболисты Рязани. Игра получилась обоюдоострой. Подопечным Дмитрию Сережкину нужна была только победа. А вот кому повезло больше в нашем следующем материале. Матч с лидером группы «Брянским Динамо» должен был дать окончательный ответ на притязание Рязани в этом сезоне. До сентября у подовечных Дмитрия Сережкина выдался непростым и чем-то даже напоминал американские горки. Здесь и досадные голы на последних секундах матчей, один из которых стоил вылета из Кубка России, но вместе с тем и довольно уверенная поступь в чемпионате. Вот и на этот раз рязанцы вышли предельно мотивированными. И уже на 21-й минуте открыли счет. Сработала связка Пурак-Евлоев. 1-0. Ну, видимо, моя вина, что еще не можем до них достучаться, что просто в футбольчик не поиграешь. Что показалось сегодня команда соперника. Они вышли заряжены на борьбу, на единоборство. Практически все они выиграли. Поэтому, наверное, и пришли голы. Не сказать, что там по качеству выиграли, по содержанию. Но именно в желании, в таком, знаете, в хорошем смысле слова, в самоотдаче максимальной, они нас сильно произошли. Статистика первого тайма в ее части владения мячом была на стороне «Динамовцев» в 61 на 39, но реальной выгоды белоголубые из этого извлечь не смогли. А вот рязанцы ждали шанса в расчете на контратаку. И своего не упустили. Вячеслав Пурак буквально ракетой промчался по левому флангу и шарахнул в ближний верхний. Получилось очень эффектно. Как такового навала в концовке у гостей не получилось. В итоге 2-0. Очередная домашняя победа Рязани. Хочется поблагодарить тебя, во-первых, ребят за самоотдачу. Молодцы. Болельщикам сказать спасибо за поддержку. Ребята на каждую игру настраиваются. Где-то получается, где-то нет. Но сегодня получилось. Подпадающие забили. Хорошие голы. Молодцы. После этой победы рязанцы не только притормозили лидера, но и улучшили свое собственное положение в турнирной таблице. Теперь они в пятерке. Следующий матч на выезде в Москве. С не менее амбициозной в этом сезоне Родиной 2. Впервые в рязанском цирке прошло грандиозное шоу «Счастливый билет». Это сказочное цирковое представление о принцессе-звездочке и волшебном путешествии снежной России в солнечную Италию. Разножанровая яркая программа о добре, мире и любви с артистами из России, Румынии и Франции. Новая программа в цирке – это волшебное путешествие из снежной России в солнечную Италию. Потрясающая разножанровая яркая программа о добре, мире и любви с артистами из России, Румынии, Франции и Италии явно понравилось зрителям. Мы вас тоже хотим поблагодарить и ждем зрителей. Захватывающие номера акробатов на 18-метровой высоте без страховки, уникальные трюки, занесенные в Книгу рекордов, смешные яркие клоуны, завораживающий иллюзион, невероятно умные слоны и величественные тигры. Классика цирка в современном исполнении – это действительно счастливый билет. Эмоции зрителей, как взрослых, так и маленьких, говорят сами за себя. Мне больше всего понравился воздушный балерин. Балерина воздушная ему понравилась очень. Очень здорово понравилась. С слонами и с гимнасткой. Понравилась. Слоны, они залазили на вот эти штуки и вставали на одни лапы. Огонь. А кровати? Слоны. Сейчас, конечно, слонихи, потому что это, как бы, ради животных приходим, да, это изюминка очень ухоженная, а так воздушные гимнасты, просто что-то невероятное. Акробаты и слоны. Мне все понравилось. Слоны. Мне понравилось, как это, на каначе летали. Нам все понравилось. И клоуны, и акробаты, все понравилось. Шилон. Слон? Да. Ну, говори, что еще? Что тебе понравилось? Что смеи. Смеи? А клоуны понравились? Да. Они какие? Смешные. Смешные, да? Да. Мне понравилось, ну, на все, что клоун, тут тогда вот смесно, когда в голову сляпал. Это вообще обалдеть. Стофаны как так, они могут садиться, как человек, а там-то это круто. Очень хорошо. Очень хорошо. Нам понравилось. Ну, мне, например, больше всего понравились слоны. А мне, а мне змеи. Фокусники. Все. Прекрасное, великолепное шоу. Слоны. Дядя Моносыни. Клоуны красивые, хорошие, яркие, интересные. И слоны, конечно. Понравились артистичные клоуны, слоны, ну и, конечно же, гимнасты воздушные. Это только первая часть представления. А после антракта уникальные номера, каких еще не было в нашем городе. И удивительные животные. Я пришел в цирк очень-очень с малых лет. Мои родители выбрали для меня дорогу. И в Рязани мы впервые, но нам очень нравится. Обожаю. Мне очень все понравилось. И публика действительно сегодня была фантастическая. Работа с кенгуру оказалась непростой. Кенгуру боялись людей. И по признанию артиста пришлось потрудиться, чтобы австралийские боксеры стали воспринимать выступление как игру. Животные, они тоже хотят жить как бы в гармонии, так же, как и мы, люди. Поэтому, если к ним хорошо относиться, включить все как нужно, то будет все нормально. Если вы еще не успели приобрести счастливый билет, поспешите. Программы на Рязанской арене до 4 декабря. Камчатка славится вулканами, гейзерами и морепродуктами. Выставка продажа икра и рыбы Камчатской обеспечивает клиентов самым свежим продуктом. И никакой многонедельной транспортировки и длительного хранения. Только свежее. В этом убедились уже многие рязанцы. О пользе морской рыбы знает сегодня каждый. Именно где приобрести действительно свежую и качественную продукцию. Рязанцам давно знаком ответ на этот вопрос. На выставке продажа икра и рыба Камчатская. Чем можно порадовать себя в дождливую, серую, осеннюю погоду? Ну, конечно же, вкусной и полезной красной рыбкой. Разнообразие ассортимента поражает самых искушенных. Это нерка, чавыча, кижучий палтус, соленый, холодного и горячего копчения. На любой вкус здесь найдется продукт. Палтус и чавычу. А почему именно это? Ну, потому что уже брали вкусное. Витамин Д в первую очередь, а во вторую вкусно. Вкусно же, не правда ли? Я люблю чавычу. Вот все, соленую, ну, копченую. И икру взяла. В основном из-за вкуса, конечно. Она мне нравится. Я каждый раз в первый день прихожу. Я им благодарна. И хотя продукция выставки продажи икра и рыбы Камчатская уже давно зарекомендовала себя, в свежести и вкусовых качествах сомневаться не приходится. Но прежде чем купить, вы можете попробовать любую рыбку. Продавцы с радушием проконсультируют и подскажут. Максимальная прозрачность и никаких сюрпризов. Здесь вижу икру. Я всегда прошу, чтобы он ложечку мне эту поднял и опустил. И подкрепить организм витаминами в преддверии зимы очень важно. Потому и выбирают люди проверенные морепродукты. Все время беру, покупала. Пробовала все у них. Мы ни колбасу, ни мясо не едим. Поэтому на завтраке мы все едим икру. Бутерброд с икру. Ну, я вроде думаю, может, для пользы дело. Может, йод там какой-то содержится. Все-таки мы уже пожилые люди. Выставка продажи икра и рыбы Камчатская работает возле торгового центра «Премьер» до 9 октября включительно. В Рязани открылась финская выставка-ярмарка. Посетив ее, представительницы прекрасного пола смогут выбрать куртку, пальто или дубленку по размеру и фасону. Дубленки и стильные пальто, демисезонные и зимние куртки на распродаже в торговой точке по адресу Первомайский проспект 60. Предлагают одежду финских брендов со скидкой. По словам продавцов, многие европейские магазины приостановили работу и распродают оставшиеся товары. Рынок валют сейчас нестабильный европейской валюты. И разрыв, как говорится, отношений торговых с Евросоюзом повели к тому, что компании европейские закрываются. И весь оставшийся товар экспортировать в Европу нельзя. И они приняли решение весь товар, оставшийся на прилавках, на складах, распродать на территории нашей страны. Кожаные френчи – градиент тренд сезона. Интересный переход цвета, удобный крой и современные материалы. Они идут в восковой пропитке, кожу целые сутки варят воски, за счет чего она теряет 70% своей массы. По паспорту весит 620 грамм, на плечах не ощущается. Европейская длина позволяет комфортно ее носить как с брюками, так и с юбкой. На ярмарке можно подобрать модную современную одежду на любой вкус по фигуре и оверсайз в классическом и спортивном стиле. Чаще всего одеваешь, там где-то жмёт дезет, а здесь лекала винофабричная, поэтому удобно. Есть фасоны, которые подойдут и для женщин за рулем. Укороченные модели – облегченные шубы-дубленки, два в одном. Снаружи выполнены из тончайшей оленей бархатной замши. Это очень тонкий материал, очень нежный, очень комфортно, пропускает воздух и тело в нем комфортно себя чувствует. Здесь самая фишка этой модели в том, что она двусторонняя. Ее можно носить дубленочной стороной, а если вывернуть, она будет шубка из тонкорунного двухмесячного каракуля. На ярмарке представлены и мужские модели. Производитель обещает качество на уровне. Легко, тепло, удобно. Прям легко одеваешь, практически тебе ничего нет, как пуховик. Ярмарка работает с 3 по 8 октября включительно слева от аптеки Максавит на Первомайском проспекте 60. Ориентир – воздушные шарики. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца – все от производителя. С 3 по 8 октября. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова